всем привет ребятушки снова новый рейс опять рация здесь навсегда у нас постоянке орет сам как добивает я там когда не рядом что у нас но снова рейс такси на 6 октября получает что среда да все вчера загрузился едем мы с вами на уфу загрузился по полной едем с прицепом сейчас нам скажете а драмовоз забрал много в общем где-то три три с половиной тонны у меня где-то получается так получилось это мои постоянные клиенты но немножко не рассчитали я могу еще пятитоники подаю под такой груз что-то они думали что будет меньше оказалось много пятитоника уже вчера вечером поставить не мог понятное дело он занят вот получилось нагрузиться на меня но обратно будет меньше обратно тоже канцелярку они раздают обычно всякие там идет медальки фигальки все это раздается и вода выпивается тут одной воды 320 килограмм если быть точнее 324 вот ну я думаю килограмм на 500 обратно каш поменьше пойдем сейчас покажу как просела машина немножко на изгибе стою вот вы все знаете меня подвески то усиленная ну тут наверно не будет видно я не знаю здесь вот еще ямка но прицеп держится здесь у меня вышло усиленная датона 400 повторюсь рессор у меня усиленные до тонны и резина меня тоже стоит цешка усиленная каждая 990 килограмм туда 2 тонн все что не усилено это балка не усилена ну и рама понятное дело ну я не вожу перегрузы это очень-очень редко бывает это усилил я не для того чтобы перегрузы возить вот получается это рессора не видно там наверно нормально рессор уже тоже усилены до двух тонн в принципе нормально но форсунки я не поменял из-за этого машинки тяжеловато сам в подъемах ланика едем с вами едем все выезжаем с москвы резину уже все поставил вчера новую зимнюю опять взял матадор так что не изменяю и жена не четвертый сезон матадоров хорошая резина ничего не могу против нее сказать поехали чё ребятки что забыла в сервисе все-таки смазать педали сцепления скрипит она у меня и что-то сейчас впереди стало скрипеть я повторюсь я поменял все стойки все подшипники передок перебрал кроме саленблоков якина вменял 1000 так 80 назад вот я думаю может саленблоки за скрипели как ни странно но от нагрузки может мы будем посмотреть то что-то вот сейчас на перекатах если услышать сейчас он лежачим будем подпрыгивать ну наверно нет камер туда не слышно как похоже когда соленблок повторюсь подвеска новая все масло поменял тоже все правило так вот не поменял форсунки не успела и сцепление но сцепление даже хорошо что не поменял потому что я его подожгу сейчас хорошо с таким грузом да еще с прицепом дети на подъемах так что даже хорошо что сцепление не поменяла приеду потом поменяю спокойно опять реклама у нас реклама постоянная в рацию машину помыл постояла вся в пыли вся в грязи нормально так обдует ветерком более-менее будет нормально все выезжаем потихонечку на мкад и поехали до m7 в москве ребятушки на мкаде как всегда авария перед балашкой очень не успели мы выскочить теперь я думаю часа полтора как минимум нам тут ехать то 15 километров осталось будем дергаться часа полтора минимум что-то говорят там крупная авария говорят там крупная авария даже не одна кто-то говорит перекрыли в общем вот так вот уже есть ребятушки 10 километров там осталось до съезда m7 показывает нам и пробка на 1 час 13 минут то что говорят говорят все полосы перекрыты кто говорит там кирпичи по всему мкаду разлетелись у кого-то то говорит авария не очень не поймешь кто чё говорит тот вот опять говорят кирпичи потерял кирпичи валяются всему мкаду говорят палки доедем увидим ребятушки доехали мы да тут правда кирпичи раскидывает ёкси мокси по всему мкаду правда кирпичи а вот именно у них торжества стоит он их даже походу не закрепил так вез походу да но вроде хоть никого это не зашиб ими . еще происшествие за балашкой что-то горит так вот балашку прошел что-то вот горит с правой стороны непонятно пока просто трава что а жгут это рубят деревья и жгут их опять пробочки пока километров 100 от москвы не отойдем пробки не закончится с ногинск будет борьба за экологию у нас тут привет да борьба за экологию ребяточки рейс начинается весело все как я люблю не успел я отъехать и 60 километров от москвы остановился магазин решил открыть прицеп посмотреть а там ужастики в общем эти гребаные ноги острые которые торчат мне в тент практически проткнули ну это че ладно пол дела телевизор в общем развалился развалилась коробка телевизор вылетел полностью на эти ноги на металлические весь пенопласт разлетелся но вроде цел не знаю попробую сейчас тяжкими как-то там коробки разваленные просто все от телевизоров и так бы телевизор держался в коробке бы да и все но упал бы упал бы а так он патор всю разорвал коробку и сам вылетел оттуда в общем жесть но я порвал по максимум все завязался весь как черт грязный план едем дальше надеюсь сюда едет в обратку будем чуть по другому думать как ты кластере скотч перематывать так же приключения начинаются хотя мы еще только 60 километров от москвы отъехали на гинск у нас такие вот приключения погода наладилась москве аж жарко стал чут вот сейчас на газпром заедем до полного бака заправимся и уже поедем дальше один подписчик вчера спрашивал там писал в комментариях вот какой расход у машины интересовался но смотри вот сейчас я иду с прицепом с большим перегрузом лучше понятно прицеп парус да но вот сейчас горка я на 5 передачи 90 но 85 больше уже не тянет она 15 расход но это потому что прям совсем в натяг и груста большой ну где-то будет по трассе сейчас мы выйдем напрямую даром до автобан вы же спрашивали больше по европе по европе понятно автобан автобан но сейчас мы можем его сравнить ну литров 12 будет но это с таким грузом по европе не пойдешь тоже до перегруз там понятно дело вот мы с не напрягаясь 90 идем сейчас даже с 9 показывает 9 10 понят где-то все но там плюс-минус ну литров 12 12 будет с таким грузом если груз поменьше ну из-за прицепа тоже парус то есть тоже 10 12 если без прицепа такая говорил как писал что но это где-то в районе восьми десяти по россии давно и походу не ездил дорога м7 это ушатана как она была ушатана так она из осталось ушатанной а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Понятное дело, ограничение. Гордж. Церквушка там впереди Гороховце стоит. Камер нет. В Гороховце загрузка большая. В М7 она загружена всегда. М7 самая такая трасса. Всегда загружена. Друзья, нам везет сегодня с этими пробками на аварию. Вот мы на объездной Нижнего. И вот показывает, там авария. Вон, скорые, походу, оттуда несутся, что ли. В одном километре от нас получается авария. И вот мы встали. Показывает 16 минут. Что-то, в общем, кто-то куда-то въехал. Так-то вообще уже 18.58 по Москве. Это уже час пик, по идее, прошел в Нижнем. Должны были проскочить. А вот что-то как-то попали опять в пробочку. Ну что, мы подъехали к этой перекрестку. Где авария? Что-то пока аварии не видать. Хотя, видать, вон будка газельки, походу, торчит. Походу, газелька там с кем-то, что ли. А вот машина справа. Машина в столбе стоит, вот вроде как, справа. Вот, наверное, здесь они что-то как-то не разъехались. Но пока не видно, что там серьезно нет. Скорые отсюда ехали, не отсюда. Или просто ехали. Ну, вот эта, которая в столбе торчит. Вроде мужик, он ходит там рядом. Все нормально. Может, с газелькой еще, конечно, серьезно. Ну, вроде газелька тоже нормально. Так, не сильно. Вроде как норма. Так-то более-менее. Вот она, газелька. Ладно, удачи. Поедем мы дальше. А, ребятушки. Ну, и все, вообще что-то жесть. И разбитость вся стала сильнее. Ремонты здесь вот, нижние мы прошли. Тут ремонты сплошные какие-то. Походу видно, что как мосты вроде строят. Я так понимаю, они же платку тянут на Екатеринбург. Где-то она будет здесь рядом, наверное, проходить. И вот здесь будут, наверное, развязки. Всякие. Кому-то на платку идти, кому-то вот сюда на бесплатку. В общем, жесть. Ну, тут вообще дорога лучше не стала. Вот здесь в последний раз я когда в апреле здесь, 21-го года ехал. Практически год назад. Думал, ну, может, что-то они тут залатали-подлатали. Не, лучше она не стала. Пару кусочков где-то бросили. Может, там асфальт метров по 500. Все. Ну, что-то там они делают, конечно. Но я так думаю, они больше это делают в платной дороге. Чтобы какие-то развязки, какие-то там будут эти, туда перекрестки, там фиг вы знаете, на платную уходить. Потому что им уже платную скоро сдавать. Через пару лет. В 23-м году вроде как уже Путин сказал сдать полностью от Москвы до Екатеринбурга. Вот так, видите, какая темнота. Темнота, узкая дорога. Ну, это от Нижнего, да. Ну, она не до Очебиков идет полностью такая. Где-то километров 100. А потом пойдет широкая. Широкая, нормальная, там, новая дорога. Ну, как она новая, когда ее лет 5-6 назад, что ли, открыли. Вот, она там нормальная, в принципе, еще. Ну, по крайней мере, в апреле была. Вот, потом там опять пойдет узенькая дорога. Ну, и потом от Казани уже пойдет прям автобан. Вот, но потом там везде опять узкие дороги до самой Уфы уже. В общем, дороги будут с переменным успехом. Ну, М7 как была, в общем. Самая загруженная, самая разбитая, наверное. Так она, в принципе, и осталась. Лучше ничего тут не стало. Ой-ой-ой. В общем, он поменял подвеску. И поехал, и сразу ее диагностировать. Что, ребяточки, Чебоксары у нас. Проходим Чебоксары. Время у нас 22.40. По Москве. Пост ДПС. Прямо Чебоксары. А направо объездная. Вам не видно, вот впереди написано, что Пашкар, Чебоксары. Что Пашкар, это по-чувашски. Я уже Башкирию перепутал с Чувашией. Так что тут реклама сразу пошла. Ну, мы, наверное, сейчас будем где-то здесь за Чебоксармией останавливаться. Наверное, спать. Посплю чуть-чуть. Часика 3-4. В принципе, дальше поеду. Тут ремонт, ремонт, ремонт. Он и весной здесь был. Не закончили они ничего. Ладно, сейчас будем себе парковочку искать платную. Всем доброе утро, ребятушки. У нас новый день. Время 4 утра. По Москве. Все, стартуем. Сегодня у нас какое число тут? Сегодня седьмое у нас. Сегодня же у нас выгрузка, да. Вот, тормознулись мы с вами. На стояночке. В Чувашии. Тут уж под Чебоксарми. Не доезжай к Угесе. Здесь большая стояночка. КМ-7 называется. Здесь у них все. Тут, в общем, гостиницы есть. Получается, магазинчик, кафешка. Я сейчас зашел, позавтракал. Так и ишеньку слопал. Ну и все, поехали. Что у нас тут показывает? Нам осталось. 690 километров нам осталось. 13.57 показывает. Это, значит, плюс 2 часа. 16.57. 17.00. Это вообще нормально. Даже, можно сказать, чуть опаздываем. Нам еще не заправка останавливается. Ну, запоздаемость на час. Ничего страшного. Поехали. Ну, ребяточки, рассвет в Татарстане. На своем Татарстане уже. Тут вот ремонт дорог везде. Тоже. С левой стороны сейчас там будет Свияжск. Это храм. Вот такой остров как бы. Минус 2 было ночью. Все, стало холодать. Ночью было минус 2. У нас 5.40 в Москве. В Татарстане, здесь, в Казани тоже 5.40. Вот такие вот тут. Ремонтные работы идут. По полной программе. Строят. Ну, что, ребяточки, Казань. Вот, с правой стороны у нас не видно. В общем, туман. Река Волга. Тоже вся в тумане. Вот здесь более-менее видно. А здесь вот она вся в тумане. И с правой стороны у нас город Казань. Но не видать. Опять меня тормознули. Уже второй раз за этот рейс гаишники. Что-то меня прям везет. Такие здесь островки. Островка Тачи. Так что проходим Казань. В Татарстане прям глубокая осень. Смотрите, все желтое. Все уже. Сейчас все деревья будут лысые скоро. Страшненькие. Сейчас еще красиво. И белые мухи полетят. И начнутся сугробы. Слякоть. Гололед. Все как положено. Подъезжаем. Подъезжаем в Мабадыш районы. Скоро будет уже набережный Челны. Погода налаживается. Истинка. Поэтому. Все. Что, ребяточки, подъезжаем к набережным челнам уже Сейчас будем сворачивать с автобана, так называемого Открываются виды Татарстана Осенние С левой стороны красиво Сверху желтые, снизу зеленые Справа сосны, понятное дело, они постоянно зеленые Такой контраст, там желтая, там зеленая Тут посреди их красная Не, очень красиво, конечно Блин, ну уже холодно становится А всегда что-то плохо, летом жарко, зимой холодно Всегда человеку что-то плохо С одной стороны, наверное, даже лучше все-таки осень и весна Вроде не так холодно и не так жарко Вот такие вот виды Татарстан нам преподносит Камаз-мастер здесь Рулит Заводы дымят впереди Глабука И форды собирают Все, свернули Вон заводы Дымят, быхтят Ну, ребятушки, приехали В набережные Челны Ярчалы На Татарском Сейчас мост через реку пройдем Ну, вот начинается мост через Каму В общем, опять меня остановили В общем, мне что-то везет в этом рейсе Уже третий раз Первый раз перед Нижним Новгородом Второй раз перед Казанью В Казани, да Третий раз здесь Ну, сейчас четвертая область начнется Это Башкирия Что ж, и там тоже, что ли Что-то как-то я это С прицепом В России не вызывают доверия Что везете Откройте, покажите Да что я везу Какая вам разница Вот река Кама Набережные Челны Река Кама Сегодня что-то здесь так пасмурно Туман Вообще ничего не видать Ни Кама, ни города Ну, вот она Кама С этой стороны Кама Она здесь тоже немаленькая Вот так Ну, вот мы практически прошли уже городок Ну, здесь смотреть нечем Мы окраину обходим Тут сплошные автосервисы Запчасти КамАЗ МАЗ Фигас Тут вообще Тут каждое здание Это или автосервис Или запчасти продают Или автономки Или вот-вот дизель Там, или ремонты Там, в общем Понятное дело Тут город запчастей Мне кажется, здесь найти можно все На грузовые машины Особенно КамАЗ На КамАЗ здесь, наверное, есть все Как обычно же Заводов у нас все прут Я думаю, сейчас все то же самое На заводе КамАЗ Также Запчасти прут Через забор перекидывают Может, конечно, сейчас уже такого нет Но раньше было точно Такое впечатление складывается Что в этом городе каждый второй Занимается или ремонтом машины Или продает запчасти Больше здесь просто делать нечего, наверное Потому что, ну, повсюду Что с левой стороны С правой стороны Одни запчасти Вот шины, диски Грузовой шиномонтаж То есть все там Тракторные запчасти Вот чуть проехали Тут опять запчасти А, тут и ванны душевые Тут заодно еще и понятно И стройматериалы Тут вот и котлы И продукты заодно Все сразу И дальше опять запчасти Вот такой вот городок запчастей Набережные Челны Все, ребятчики Прошли набережные Челны Вот теперь такая вот узкая дорожка С подъемами постоянными Будет до Уфы Ну, остается нам 260 До центра Уфы Ну, полотно здесь нормальное Перед самой Уфой Там будет расширение небольшое Я уже не помню километров То ли за 20, то ли за 30 от Уфы Там сделали широкую дорогу А так вот такая дорога будет Через населенные пункты Ну, по крайней мере, она хотя бы хорошая Без ям, без канав Она здесь нормальная И сейчас как войдем в Башкирию У нас будет плюс 2 часа по времени Аккуратно мобильная засада Ограничение 90 600 метров Да, и сплошные камеры будут здесь Даже здесь постоянно То 60, то 50 будет Ну, и поаккуратнее Смотрите, будете здесь ездить Если здесь на подъемах сделано хитро То бишь перед подъемом Сделано прерывистое Чтобы обгон разрешен А на самом подъеме Начинается сплошная Вот, и когда идет тихоход Вы начинаете обгонять И чуть не успеваете То бишь вы выезжаете за подъем На сплошную А они стоят в километре в двух С камерой Четко этот подъем бьют И все, и вы попадаете На эту сплошную Камера у них хорошая Я раз попадался Даже пуговица на рубашке видно И как я ремень пристегивал Все они заметили В общем Ну, показали на камере И там уже не отмажешься Ограничение 90 Так что башкиры здесь любят Стоять с этими камерами В Башкирии, потому что не в Татарстане Непонятно, а в Башкирии Ребятушки, все, въезжаем в Башкирию Вон счастливого пути Татарстан с нами попрощается Камер нету Ну все Башкирия Ну что, ребяточки Мы с вами практически приехали Погода налаживается в Уфе У нас с нами 40 километров осталось Все, сейчас позвонил Узнал, там сейчас пока занят Там машина там выгружает баннеры Ну, я думаю, нам как раз ехать 40 минут Ну, грузчики все равно придут к 6 Ну, я подъеду к 5 Пока расчехлюсь Там встану Там уже грузчики подойдут Что-то сам выгружу Хотя бы на улицу Особенно то, что в прицепе Там прицепы можно самому все поукидывать Металлический херовин эти, блин Который чуть тент не разрезали И телевизор не побили Еще откроем прицеп, посмотрим Я так не открывал прицеп Но тент вроде цел, нормально Я там все проложил Я думаю, там все нормально, конечно Так что через 40 минут будем на месте Все, забронировал себе гостишку уже Отдыхать Машину на грузовую парковку поставлю Там в городе есть одна Костря там с гостишкой В которой я буду Будет там стоять отдыхать машина Вот такая вот погода в Уфе Распогодилась Распогодилась Все, впереди у нас объездная Уфы То бишь, направо на Челябинск На Самару На Пермь налево А мы идем прямо в центр города У нас отель Нестерова Плаза Или Нестеров Плаза Нестеров Плаза, наверное, да Так что вот так вот 28 километров И на месте были И сразу нас встречает камера Вот на этой заправочке мы заправимся Потом, когда обратно поедем Она не заправлялась уже В прошлый раз, когда здесь был Все, мы в Уфе Уфа, привет Когда я здесь был В последний раз О, год назад, наверное Ой-ой-ой Дорожки, да Уфимские нормальные Да, здесь у них в городе Дороги очень разбитые Такие ямки, канавки Есть конкретный прыг-скок Так что здесь аккуратнее надо Иначе можно это Колеса оставить Центральные дороги Более-менее нормальные А как сворачиваешь куда-то То все Там яма с полколеса Таксист у них ездит, конечно Там пофигу Я не останавливаюсь Там подвеска уже такая Бл-бл-бл-бл-бл Уже ремонтировать нет смысла Я обычно себя на такси здесь езжу Свою машину жалко Такси тем более здесь стоит Недорого Там 100 рублей Там 150 максимум